Как видим рынок мы, примерно рассказали о каких-то больших тенденциях. Не все успеем, наверное, сегодня рассказать, но попробуем рассказать о том, как мы планируем отвечать вообще на изменение рынка в продуктовой части и с чем вам удастся и получится работать в эту осень. Итак, мы уже сказали, что четыре продукта, которые будут выпущены, это управление сайтом, оно же, собственно, в Enterprise, только в других редакциях, комбинациях и другой продукт. Мобильное приложение и Bittrex 24 в облаке и в коробке. Четыре продукта выйдут. Сначала по Bittrex 24. С концепцией, с идеей все понятно. 12 инструментов объединяем, создаем некий инструментарий. Текущие цифры. 700 тысяч зарегистрированных, 80 тысяч активных компаний, которые каждый день пользуются. И я бы сказал, что у нас очень хорошо растет западный сегмент. Западный сегмент приносит уже больше денег, чем приносит российский. И это, в общем, огромная победа для нас. И это огромный опыт работы на американском рынке, на испанском рынке, на немецком рынке. Когда-нибудь, если будет время, можно будет пообсуждать, поделиться тем, насколько вообще отличаются эти вопросы. Телефония очень быстро развивается. 100 тысяч звонков в день сегодня выполняются через Bittrex 24. Вот так выглядит география проекта. И, в общем, можно говорить, что это международный проект. Это очень круто. Что вы увидите в ближайшей версии Bittrex 24? Ну, давайте по порядку. На некоторых вещах мы очень долго не будем останавливаться, а на некоторых наоборот. Продолжается развитие концепции чата и видеозвонков. То, что это рвет, если можно так сказать, рынок, это без сомнения. Я думаю, что у каждого из вас на телефоне и WhatsApp, и Viber, ну, может, еще чего-нибудь. Вы знаете, кстати, там есть очень много мессенджеров, которые мы с вами не знаем. Вконтакте, Facebook, да масса их. И вообще, похоже, что бизнесы хотят очень похожих штук. Итак, что изменяется? Тут некоторые вещи мелковаты, но… Обратите внимание, мессенджер появится справа. Сейчас мы тестируем эту концепцию на избранных, так сказать, и на себе самих. Контакты, последние контакты, добавления, сколько людей в онлайне, и быстрый клик для того, чтобы получить коммуникации и доступ с людьми. Мы работаем над тем, чтобы мессенджер находился всегда под рукой и еще больше развивался и стал популярным. Появятся, ну, это называется, групповые чаты и публичные чаты. То есть, например, запуская ViberX24, будет общий чат для всей компании, будет общий чат для отдела, не нужно будет специально вступать в них. Система открытых чатов станет, ну, в общем, другой. Закинутые ссылки будут превращаться в ссылки, текст, превью и в другие элементы. Одним словом, мессенджер продолжает развиваться. Ты мне, Юр, добавляй и перебивай, если какие-то моменты важны, я буду упускать. Очень важно развитие чатов именно для отделов. Когда приходят новые люди, они сразу попадают в этот чат, видят, что происходит в отделе, вступают быстро в среду и, соответственно, быстрее приступают к работе в этом отделе. Большие доработки уже ведутся по мобильному чату. Мы иногда в Facebook закидываем некоторые замечания, вернее, комментарии. Мы сейчас бета-тестирование ведем в версии, которая позволяет отвечать непосредственно с телефона, писать ответы, на Apple часах продиктовать, написать ответ, посмотреть и зафиксировать прочтение. Эта тема рассуждается. Сам мобильный чат будет оффлайновей, более, давайте так скажем. Появилась удобная история, поиск по истории сообщений. Вы видите картинки, которые отправляли, вы быстро можете их найти, которые нужны картинки, найти какую-то историю сообщений, как вы общались, история будет улучшена, и вы сможете быстро искать. И перейти в эту историю. Сегодня у нас с историей так себе, да? То есть ты вроде находишь, но перескочить в нужное место у тебя не получается. В общем, улучшим вот эти составляющие. Так, пойдем дальше. Работа с клиентами, не покидая Bitrix24. Начнем с какой части? Вообще можно сказать, что внутренние коммуникации нам удается завоевывать. То есть если организация запускает, внутреннего e-mail не остается. То есть они общаются в живой ленте, общаются в мессенджере, и внутренние коммуникации в организации забрали. Но есть некий поток, когда нам приходит письмо, и ты как бы хотел бы на него ответить. Или ты хочешь затеять обсуждение, но не выходить из Bitrix24. И мы разработали некую концепцию, которую вам сейчас покажем, как вообще нам видится развитие этой тематики. Прямо в живой ленте вы указываете e-mail людей, с которыми вы бы хотели вести обсуждение. Он у вас еще не в экстронете, он у вас просто пользователь, вы знаете его e-mail в контакт-листе, в CRM-ке занесенной. И отправляете это сообщение. Человек, которому вы его адресовали, получит такое сообщение в своей электронной почте. Он его увидит так же, как в живой ленте, с кнопками «Голосовать», «Результат», «Добавить комментарий», «Лайк». Когда он, во-первых, может назвать «Ответить» и написать ответ, и мы выберем этот ответ и добавим к вам в комментарии в живую ленту. А может кликнуть на страничку и оказаться на публичной странице этого поста. Специально для него, специально защищенная ссылка, чтобы он оказался в публичной странице. И тут он комментирует, отвечает, лайкает, заполняет, работает с вот этими публичными страницами. Не требуется авторизация, удобная работа, он видит всю информацию, которая там есть, может добавить какие-то файлы, написать ответ и взаимодействовать с теми людьми, которые в этом как бы посте указаны. Мы упрощаем вообще вот эту концепцию подключения в экстранет, чтобы вам не приходилось мудрить, добавить, подключить, подтвердить, заполнить профиль. Они кажутся сложными, эти концепции. Вот так будет с живой лентой. Его комментарий появится у вас здесь, независимо от того, как он ответил, через браузер или через электронную почту. Комментарий окажется у вас здесь, от этого человека, от этого e-mail. Если он заполнит свой профиль, вы его увидите уже правильно заполненным этого человека. Это живая лента. Следующий, обратный, как мы говорим, сценарий. Вы получили письмо, и вам его нужно обсудить со своими сотрудниками. Вы берете и делаете переслать это письмо к себе. У каждого человека на портале будет свой индивидуальный адрес, кидая на который, это письмо будет добавляться в живую ленту. Оно будет появляться в портале, ну как бы от вас к себе. Вот вы увидели это сообщение, вы его можете подключить других участников к обсуждению, вы можете отвечать этому человеку дальше. Одним словом, вы закидываете в живую ленту вместе с файлами, с документами, всем, что содержит это письмо. Упрощаем этот сценарий. Почему это удобно? Позволяет быстро вовлечь людей, которые находятся вовне, внутрь портала. Очень удобно, что не нужно ходить в почту, а очень тяжело в почте общаться, когда большая группа людей, вот эти вот реплаи, там потом не найдешь ответы, которые были, то есть быстрее будет происходить взаимодействие. Но и для вас это останется привычной средой, не нужно будет уходить с привычной среды, вы все время находитесь в портале. Ну или, например, у вас идет длительное обсуждение, вы хотите кого-то подключить нового внешнего. Вы дописываете e-mail, и он видит всю историю обсуждения. Вам не нужно пересылать ему эти 100 килограмм материалов, обсуждений. Кажется, что этот сценарий будет работать. Ну и было бы странно, если бы мы задачи не сделали. Это задача, новая форма подготовки задачи. Вы берете, вы ответственно указываете e-mail. Или, например, следящий, у вас есть клиент, и вы бы хотели, чтобы он присматривал за той или иной задачкой. Не мудрим, с экстронетом указываем e-mail клиента в наблюдателях, и все. Клиент получает по почте, он, кстати, может сразу возмутиться, взять реплай, сделать, сказать, не-не-не, я не согласен, или я бы хотел, чтобы вы сделали по-другому, или молодцы, отлично, рад, что вы идете по плану. А может перейти на публичную страницу этой задачи, посмотреть, покомментировать и поработать с этой задачей. У него, опять же, индивидуальная ссылка, защищенная, по которой он переходит, и может дальше работать с этой задачей. Это что у нас? А, документы. Можно прикрепленные документы, соответственно, они появляются, вот комментарии от внешнего пользователя. Ну и будет работать обратный сценарий, как мы говорим. Вам пришло письмо, и вы хотите сами себе поставить задачу, чтобы не забыть ее сделать. Вы ее форвардите на себя, на свой определенный e-mail, она попадает у вас в задачу, и вы сможете с ней дальше что-то сделать, кому-то назначить, сделать что-то с ней. Она же у вас будет бессрока стоять, помните, у нас счетчик появляется. Вы ее не забудете, зашли, поменяли, указали, кому что сделать. Все, задача с документами, со всеми материалами. Прекрасная легкая работа с удаленщиками. Вам не нужно теперь куда-то хранить файлы, где-то обмениваться, узнавать пароли, давать им доступ. Вы поставили задачу привычную в своем портале, он получил задачу, перешел, смог ее запустить, ответить, комментировать, прикладывать файлы тех работ, которые он выполняет. Соответственно, взаимодействие будет упрощено, и вы никогда не потеряете нить этого взаимодействия с ними. Ну и, конечно, мы думаем, что и вы, и клиенты, будете сильно мотивировать всех остальных пользоваться. Но если вы партнер, то мы на всех этих ссылках будем еще считать вашу аффилиатскую программу. И если вы приведете клиентов, они все ваши. Так что шуметь на улице становится выгодно. Бежим дальше. Ну, собственно, аналогичная схема будет работать в чате. Вы можете подключить кому-то, направить ему приглашение на видеоконференцию, на связь. Он получит ссылку на публичную страницу, в которой сможет писать с вами комментарии, в реальном режиме чатится, обсуждать ссылку на видеоконференцию. Прямо берете чат на групповой, кидаете, хоть через мессенджер что-нибудь, и в итоге получаете. Чат может быть групповой как с группой пользователей по e-mail, так и с группой пользователей в ваша группа внутри портала, и один пользователь по e-mail. Так, задачи. Ну, как не развивать? И вообще затеяли мы доделать все, что обещали. Вот этот скриншот, и, как я вам говорил, разработчики возмущаются. Чего же у нас мы еще не доделали? Это рабочий стол Антона Герсимюка, который уже много вам сюрпризов принес с композитом. И мы, как сказать, тяжеловесов бросили на задачи сейчас. Вот это код, который здесь вот как раз уже работает. Это ганты, которые передвигаются, зависимые задачи. Все, что связано с зависимыми задачами, в этот релиз мы вам выпустим. И выглядеть это будет вот так. Вы сможете следить… Я надеялся на эти аплодисменты, на самом деле. Вы сможете следить за своим проектом на ГАНТе. Мы изменим схему представления проекта. ГАНТ, наверное, станет основной схемой представления для проектов. Поддерживаться будут четыре вида связей. Будем удерживать лаг между задачами. При сдвижке задачи головной будут сдвигаться все задачи, которые связаны с материнской задачей. При сдвижке нематеринской задачи, соответственно, будет увеличиваться или уменьшаться лаг между задачами. Вы знаете, они так расчерчили доску у разработчиков, что я даже не стал вникать. Это оказалась сложной схемой. Вроде бы что там, зависимые задачи. Гант, давайте подвигаем. Нет, просто сдвинуть нельзя. За этим очень много последствий. И вот какое последствие выбирает клиент, и вы выбираете, но при этом нужно сделать, чтобы все осталось свободным, достаточно простым. В общем, это вот так выглядит. В большей части это уже даже работает. Вы знаете, это… Так что это не легенда. Это должно все получиться в этот релиз. Итак, избранные задачи. Тоже подсмотрели за пользователями, как они раскидывают задачи, как они выделяют то, с чем им работать. И, кстати, появился достаточно простой механизм, который должен оказаться эффективным. Очень часто бывает большой список задач, с которыми вы работаете, и вам необходимо на сегодня, на текущий день, собрать какой-то списочек, который вы обработать хотите сегодня. Вы его добавляете в избранные. Добавлять в избранные можно как внутри задачи, так и в живой ленте. Когда задача поступает, вы видите, что она срочная, ее нужно быстро выполнить. Вы нажимаете стандартную галочку избранного, она попала к вам в избранную, вы сможете ее обрабатывать. Причем можно будет и в живой ленте. И вообще задачи помечать таким же образом. Но я так понимаю, что не все интерфейсы, вы новые не стали все показывать, которые собрали. Нарисованы немного другие интерфейсы по работе со списками, по упрощению скорости добавления задач и работы с ними. Но вот это уже на тестировании находится, и скоро уже увидят, а интерфейс еще старый. Это еще старый интерфейс, и с интерфейсу задач сменится. Ну и, конечно, отдельный человек выделен, который занимается мобильной версией. Новый интерфейс по мобильным задачам, правильные нотификации, правильные переходы в задачи. Все, что связано с мобильными задачами, чек-листы, ответственный интерфейс на эту штучку новый натягивают. В общем, все доделываем по мобиле. Хотим, чтобы весь сценарий полностью был закрыт. Но только Ганта здесь не будет, это точно. Ну, Ганта, да, здесь пока не будет. Но затупается список задач. Он сейчас в старой версии достаточно сложный, сложно фильтровать. Это будет привычный список, как вы видите, его на большой версии, только адаптирован под мобильную версию. Вы сможете фильтры накладывать, накладывать какие-то выборки по полям и, соответственно, видеть те задачи, которые вам именно нужны в данную секунду. Ну, я, конечно, стараюсь доделать сценарий, когда вам поставили задачу, вы получили нотификацию, кликнули, зашли в задачу, посмотрели, приняли, сментили сроки, поработали с ней. Если вы ее прокомментировали у ответственного нормальной нотификации на мобилах, ну, про мобилу мы еще немножко скажем. Итак, работа по интерфейсу, новая форма создания, новая форма списков, гибкое управление. Ну, мы вам все это покажем, когда доверстаем. Сейчас ребята все это нарисовали, отдельно сейчас идет верстка. В общем, мы ожидаем большого релиза по задачам. А также… Это показан чек-лист, он будет достаточно сильно доработан. Самая большая проблема чек-листа, что когда он огромный, те задачи, которые были уже вычеркнуты в этом чек-листе, они никуда не уходили. Соответственно, можно было пропустить те задачи, которые вы не успели еще выполнить. Теперь они будут скрываться вниз, вниз, скрываться, схлопываться, и вы не будете видеть эти задачи, которые уже, в принципе, вы выполнили. Но сможете вернуться, чтобы посмотреть, что было сделано по задаче. Ну да, перечислим. Напоминания, загрузка файлов с мобилы, произвольные строки задач. Ну, ладно, пробежим дальше. Поподробнее уже чек-листы, изменения. Так, телефония в мобильном приложении. Вообще телефония оказалась отличной идеей. Очень хорошо принимает клиентами. И прям замечательный сценарий. Вот один из знакомых, фитнес-центр у него. Он говорит, а что, я купил, говорит, номер. Купил CRM. И просто поставил запись всех. И потихонечку, говорит, через несколько месяцев у меня получилась база клиентов. Просто офиса менеджера. Не уезжайте еще рано. Мы что-нибудь интересное расскажем. Сценарий заработали. И мы продолжаем развитие этого интерфейса. И мы хотим, чтобы мобильный телефон, обычный, стал в том числе и стационарным телефоном. Вам и клиентам сегодня нужно было ставить SIP-софт, который коннектится, держит линию, жрет батарею и много-много всяких нюансов. Мы делаем теперь телефонию в обычном мобильном приложении. Вы сможете принять звонок. Вы его увидите в карточке. Входящий, исходящий. Не нужно ничего подключать. Если на вас форварднули, а вы в дороге, ваш стационарный аппарат стоит на рабочем месте, а вы где-то едете, вы также примете этот входящий вызов. Если это, например, клиент отдела продаж, а вы ответственны за эту сделку, то звонок окажется на вашем телефоне, на мобильном. Очень удобно то, что мобильный телефон есть у всех, а попросить руководства купить SIP-аппарат достаточно сложная вещь. SIP-телефон подключается мобильный к вашему порталу, происходит звонок, вы увидите карточку на большом компьютере, спокойно поднимаете свой мобильный телефон, отвечаете, сразу же заполняем. Да, есть такой вариант использования. Стоит компьютер, вы просто работаете, у вас не стационарный аппарат, а мобильный телефон. Входящий звонок, вы можете отвечать и работать по мобильнику, а на экране у вас откроется карточка CRM. Да, мы тут шутили, что особенно удобно для сотрудниц в полях, судя по этому слайду. Но вообще для тех, кто ездит, для них будет удобна эта вообще интеграция. Сценарии со звонками, здесь некоторый набор доработок, оценка качества обслуживания, самые эффективные источники по лидам, это сценарий с баннерами, там давно его запрашивали у нас. Вообще много хотелок, которые были по телефонии, удалось реализовать в этом варианте. Ну и, конечно, нам хочется, чтобы и мобильная CRM, и телефония очень хорошо интегрировались. Юра, скажи. Ну, мы уже начали говорить, что не нужно подключать, ничего настраивать. Телефон принял звонок, вы ответили на телефоне. При разговоре через мобильный телефон предоставляются те же самые возможности, которые у вас есть в Bittrex24. Будет произведена запись, можно делать переадресации, ну и остальная работа, которая есть в CRM. И откроется карточка клиента. Если у него есть сделка, вы сможете перейти в сделку. Если у него есть другие элементы, вы сможете туда перейти. Одним словом, хотим доделать этот комплект, чтобы он был понятным, чтобы вы могли на встрече демонстрировать. Сделайте мне звонок, перезвоните клиента, попросите. И показать ему карточку заполненную, и там даже сразу сделка на сумму. Мы рассчитываем на вас столько заработать. Чтобы сценарий красивый. Вообще это производит большое впечатление. Когда ты показываешь вообще телефонию, интегрированную CRM, а на мобильнике это вообще должен появиться шедевральный сценарий. Хочется, чтобы все заработало, как планируется. Теперь по CRM. Развитие продолжается. И много уже сделано. Что мы выпустим? Появятся аналитические расчеты во всех сущностях, которых мы сейчас поэкспериментировали только со сделками. Появится такая же аналитика и красота в контактах, в компаниях, в предложениях, в счетах, элитах. Будет легко видеть, переходить, видеть цифры. Оказалось, что для клиентов очень удобно и хорошо настраиваемый инструментарий для работы. Но из важного хотим разделить отчеты для менеджеров и руководителей. Они немножко отличаются. Соответственно, для менеджера будет одна схема отчетов, для руководителя будет другая схема отчетов. Реквизиты компании добавятся. Особенно это будет ценно в счетах. Да, вы сможете выбрать те реквизиты, которые заполнены у компании. Сможете выбрать свои реквизиты. Если у вас, например, несколько расчетных счетов в разных банках, вы можете выставить счет именно на те реквизиты, которые вам выгодны в данный момент. У клиента может быть несколько реквизитов. Вы тоже сможете выбирать, какие реквизиты подставлять в счет. Новые документы в один клик. Но этот функционал уже выпустили. И вы, наверное, обратили внимание, что сегодня изменился совершенный интерфейс, как это раньше называлось, конвертации, например, лида, в контакты в компанию сделки. Или из сделки выставить счета. Во-первых, переносятся теперь все поля, которых раньше не было. Если, например, в лиде есть свойства, а их нет в контактах и в компании, то они будут автоматически созданы. Вообще получился очень простой, легкий, понятный интерфейс для работы по переносу конвертации материалов. Очень мало времени тратить. Вы можете выбрать конвертацию сразу в несколько документов. Соответственно, если нет полей, у вас спросят, в какой из документов добавлять поля. Вы можете выбрать конкретные документы, можете выбрать все. Мобильная CRM. Мы как раз уже об этом поговорили. Изменится ее внешний вид, изменятся сценарии. И считаем, что должны получить полностью работающий сценарий мобильной CRM на планшете либо на смартфоне. Рынок развивается, и мы видим, что мобильники становятся чуть ли не основным трендом. Причем я бы, наверное, отметил, что мы видим очень разные сценарии использования мобильных устройств в разных странах мира. Например, для нас с вами и для США, для компаний в основном это компьютеры. А если мы говорим про Индию или про Китай, то большинство компаний это телефоны. И у них количество рабочих мест со стационарными или с ноутбуками очень ограничено, а в основном это мобильные устройства. Но это такой тренд, который заставляет нас пересматривать все сценарии. Мы пробежим эти моменты, здесь мы уже повторяемся. Все сценарии на мобильном. От момента заведения портала до приглашения участников. Вообще наш идеальный сценарий, как мы его видим. Сели в кафе. Не знаю, мы повесили там рекламу. Один ставит себе приложение, предлагает, приглашает других по адресной книжке. Они автоматически все добавляются в один битрикс 24. Они могут коммуницировать. Мы хотим доделать все системы нотификаций, чтобы пуш, счетчики правильно появлялись, правильные переходы. Ты добавил приглашение, сразу добавил людей, поставил задачу, другой получил нотификацию. Одним словом, чтобы мобильника было достаточно для выполнения основных сценариев. Туда не попадут в мобильник настройки, но мы будем предлагать идти в браузер и выполнять там эти действия. Но основные сценарии мы постараемся хорошо закрыть. Активно работаем над этой темой. В большой версии настройки будут адаптированы и соответственно будут открываться на мобильном телефоне в адаптированном виде. Ну и в 14 часов мы сегодня расскажем вам еще один секретный проект, который будет дополнять битрикс 24. Надеемся, у нас получится рассказать это поподробнее. А, еще дополнение, что выйдет. Доработка основных сценариев, обновление диска. Тут много изменений. Уже готовы почти к выпускам обновления дисктопа для Mac и для Windows. С целым рядом сценариев не буду сейчас перечислять. Битрикс 24 в России переехал в Россию. RU теперь расположен в российских дата-центрах. Это Cloud4U. Вообще нам пришлось, ну, так как мы в Амазоне были, мы использовали много облачных вещей, ну, кусок Амазона нам пришлось написать. балансировщик, скейлинг, обработчики. То есть, то, чего не было у обычных провайдеров, пришлось создать. Ну, вы, наверное, заметили, что недельку наш колбасило слегка, да? Мы очень извиняемся, потому что, когда мы перешли, за первую только итерацию мы перевели 73 сервера. И они не просто ведь 73, у всех же номенклатура-то есть, они же еще с огромной нагрузкой, а вот тут бывают не всегда все складывается хорошо. Но системы адаптировались, они автскейлились, и вот уже последние две недели все работает как часы. Нас, конечно, очень выручала архитектура в двух дата-центрах. То есть, если бы вы знали, сколько было аварий, ну, в большинстве случаев у нас была только одна авария, по-моему, на 20 минутах, когда, то есть у нас два резервных дата-центра. Если в одном что-то случалось, мы всегда переключаемся во второй. Даже в России мы такую архитектуру подняли. Файл овер подработан, все сделано. Но вот однажды была только ситуация, когда мастер-мастер в двух дата-центрах забарахлил. Но все мы подкорректировали, все сейчас на бою, и все вроде хорошо. Итак, вы обратили уже внимание, что по Bittrex24 появился новый тарифный план, проект плюс, и мы учимся конвертировать и зарабатывать на клиентах. И это очень многие партнеры оценили, потому что это и первая сделка меньше, и аффилиатом он становится, и больше выручка должна быть. По нашим расчетам, ну, больше 30%, возможно, к 50% мы по общей выручке прибавим с появлением этого тарифного плана. Чем он отличается? 24 плюс 24. Вы видели, в августе мы делали эксперимент, он оказался прекрасным, и хотя там не было никаких дополнительных функций, тем не менее. Но мы ввели некие новые сущности, новое понятие. Появляется расширенная CRM Bittrex24 в этом плане, которая добавит новый функционал по дубликатам, по истории, по другим вещам. Появляется расширенная телефония. Мы предполагаем, что появятся расширенные задачи. Мы их, по-моему, анонсировали, нет? Они уже не анонсированы еще? Ну вот есть такая мысль, что зависимость в задачах, например, окажется в расширенном, в проект плюс. Ну как бы логически, чтобы создавать дополнительные стимулы для клиентов. Продолжает развиваться партнерка, и она как раз стала… Ну есть некоторые нюансы, но в целом мы заканчиваем это объединение классической партнерки и афилядки. Нам хочется построить понятный гибрид, который должен создавать выгоду, независимо от того, выставляете вы сами счета, либо клиенты покупают через ссылку, через афилядскую. Либо, например, если вы выставили счет клиенту, он сделал первую продажу через вас на тысячу рублей, мы его автоматически записываем к вам в афиляды, и дальше вы будете получать на нем афилядское вознаграждение. То есть мы рассчитываем, что все механизмы, которые связаны с тем, чтобы зарабатывать на клиенте, должны заработать. Как работает привязка? Ну, в этом либо рефералка, либо купон, по которому вы должны получить скидки, вернее, клиент получит скидки. Ну, вот такая вот афилядка, совмещенная партнер плюс афиляд. Не буду сейчас детально вникать, если будут вопросы. Вот я знаю, мы с коллегами много обсуждаем, там есть нюансы. Ищем вариант, который должен… То есть вообще наша позиция такая, мы не будем строить никогда отдел продаж, и мы очень рассчитываем, что партнеры будут теми активными продавцами, афилятами, которые будут коммуницировать с клиентом. Ну и, соответственно, мы выстраиваем так отношения, чтобы платить в первую очередь за расширение рынка и за пользу. То есть если вы приводите клиента, он должен становиться вашим. Вот мы стараемся эту часть довести. Так, это то, что касается Bitrix24. У нас есть несколько минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Потом мы перейдем к управлению сайтом. Прошу, коллеги. Коллеги, коротко представляйтесь и вопрос. Здравствуйте, Станислав, компания Косос. Вопрос. Значит, продажа приложений для Bitrix24 за границу, я смотрю, она пока не реализована. Знаете, куда ударить, да? Реально не реализована. Я устал ждать этого договора от юристов и от западного отдела. Нет, юридической схемы пока не сделали. И второй вопрос. Я постараюсь ускорить. Существует два варианта купонов. Первый – это 24 пользователя, и второй – 5 гигабайтов. Если появился проект плюс, может быть, есть смысл тогда поменять один из купонов под него? Да, хорошая тема. Спасибо. Слушайте, Сережа, запиши, поговори с Наташей, ладно? Да, спасибо. Давайте вопрос. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Тоже Станислав, компания Firstline. У меня тоже, собственно, про наших иностранных коллег сразу вопрос. Вот вы делаете шаринг, потому что можно человека подключать к задачам. У нас, например, много иностранных людей, там, компаний, с которыми мы работаем. Мы работаем внутри, но шарим им ссылку, допустим, на какую-то задачу пообщаться. А у него какой интерфейс будет? Что с языками? Как он поймет, где ему подключиться или ответить? Слушай, надо добавлять переключалку языка. Подумаем. Хорошая, интересная идея. Подумаем, как реализовать. Ну, по умолчанию. Вообще надо, наверное, автодетект делать, да? То есть так же, как мы делаем с языками. Вообще ситуация с языками оказалась не очень такой простой. Например, Bitrix24UA, там вечная заморочка, какой язык показать. С Bitrix24com постоянно приходят то испанцы, то индусы, и они говорят, нет, нам нужно английский, но мы хотим в коме. Или, например, испанцы, они не очень хотят, например, или хотят ЕС домен, но пришли на ком. Ну, да, надо додумать. Спасибо. Пожалуйста. Максим, компания Навигатор. У меня вопрос по функционалу задач, по пользовательским полям. Можно ли будет их использовать в отчетах и в фильтрах? У нас задачи в пользовательских полях. Ни одного простого вопроса. Нет, куда? Что не подыграть-то? Вот. И по диску тоже это большая боль, по новому диску, потому что потерял функциональность, он по сравнению с предыдущей библиотекой документов нельзя, никаких не пользовательских полей, ни описаний, ни комментариев, ни куча еще всего, из-за чего мы не можем просто конвертировать пользовательские, ну, вот эти вот библиотеки документов старых клиентов. Ну, кажется, что эта штука не работает. Это единственная штука, которая позволяет держать полноценный документ оборот, находитесь в фонтала в коробке. Готов сегодня вечером заобсудить. Держись. Хорошо. Добрый день. Владимир, информатика и сервис. Сейчас с обновлением линейки тарифов в Bitrix24, там появился такой интересный пункт, поставить логотип своей компании в тарифе команда и компания. Так вот, вопрос. Очень многие клиенты хотят логотип своей компании в мобильном приложении. Как насчет этого? Нет, на самом деле хороший вопрос. И я прямо скажу, что хотят. Прям очень сильно хотят. Блин, я уже перелистал куда-то. Реально хотят. И возможности раньше сделать не было. Но мы будем рассказывать про мобильные… А, вот оно. Мы будем рассказывать про мобильные приложения. Мы, правда, вот в таком ключе это не обсуждали, но ребята там делают интерфейс, когда через CSS можно будет управлять нативными элементами. И теоретически мы можем позволить… Но это на заставке, да? Вот на заставке. А, на заставке они, да. И на заставке, и внутри приложения. На заставке ребята возражали. Вернее, ребята из Apple возражали. Там есть требования по публикации в Store, по которой там некоторые вещи, они прошиваются в приложении, они не должны отличаться. Там на какой-то был коллизия. С мобилой не все просто. Ну так сделайте возможность просто делать корпоративные приложения, специальные порталы. Приложение в Store одно. Там есть какие-то правила Store, которые мешают основную заставку подменить. Там получается зашит определенный портал, закрытая система. Я подумаю, что там можно сделать. Может быть, с этой новой технологией мы сможем как-то поменять. Вообще по мобильному приложению это одна из таких важных, как бы частых запросов. Богатый клиент говорит, хочу свое мобильное приложение. Он говорит, я богатый, я хочу. Я хочу, чтобы так было. Но зачастую за этим мы говорим, ну мы можем выпустить отдельное приложение. Партнер может выпустить. А ценник получается вообще негуманный. Его реально нужно потом отслеживать, это приложение. Я могу сказать, что за всю историю есть только один случай. Роснефть разработали мобильное приложение, для них разработал партнер. Зашифровали его по ГОСТу. И там, чтобы работать с этим планшетом, включается USB токен специальный. Для совета директоров Роснефти разработана специальная версия портала и мобильного приложения. Но это негуманно вообще, но не грамотно. Сергей, а вот ты сказал, что мы можем выпустить приложение отдельное для клиента. Это мы, это кто? Вы. Мы обращались в партнерский отдел с этим вопросом. Нам пока отказали. Каждое слово, все под запись. И что, тебе не дали? Нет. Кто не дал? Ну я потом назову фамилии. Володь, ну вообще спасибо тебе за всю эту активную позицию. Ну есть там нюансы с мобильным приложением. То есть мы отдали, вот под этот Роснефть, мы отдали фактически скомпилированный набор, его перекомпилировали сверху, получилось решение. Ну то есть все возможно теоретически? Оно теоретически возможно. Ну реально, вот, кстати, этот проект нас научил, что это очень дорого. То есть это даже для нас получилось очень дорого. Я понимаю. Там реально столько поддержки вылезло, столько пришлось нашим ребятам сабмитить, публиковать, что мы даже этому негуманному ценнику, ну ни граммы были не рады. Ну то есть спорный вопрос. Я лучше поищу какой-нибудь вариант вот с СССами, с вариантами там что-то переопределить, зашить, чтобы оно по-другому очень было. Сергей, я по задачам человеку отвечу, а то он обижается. Да-да-да, извиняюсь. Поля в задачах, если честно, мы не придумали сценарии, какие использовать в них. И вот как раз делается новый интерфейс задач, и мы не понимаем, для каких целей в задачах могут быть поля. То есть задача все-таки это не та сущность, где нужно общаться с клиентом, что-то добавлять, это не CRM-овская схема, работает, то есть достаточно сложно. Лучше давайте потом за рамками обсудим. Задачи как раз просто делаются. Комментарий. Бизнес-процесс. Дай микрофон. Определенные параметры из бизнес-процесса, соответственно, становятся значениями дополнительных свойств задачи. Потом задача, допустим, закрывается, меняется значение, уходит обратно в бизнес-процесс. Настоящие профессионалы. Это высший пилотаж. Давайте мы попробуем. Ну, может, мы в коробке. В облаке мы не хотим открывать. Может, в коробке. А что мы с ними сделаем? Давай не сейчас. В смысле, мы готовы пообсуждать, но не прямо во время представления. Давайте еще два вопроса. Давайте за рамками общаемся с вами. Прошу. Александр, Витя, Олей. Что-нибудь со скоростью мобильного приложения и мессенджера в нем? Какие-нибудь работы? Да, да, да. Не просто занимаемся, а активно работаем, чтобы все получилось по-другому. Но новая версия стоит, мгновенно почти работает. Могу показать. Ну, смотрите, там решили задачу. Во-первых, задержка была связана с тем, что запускаясь мобильное приложение, дергала живую ленту, ждала живую ленту, после этого только переходила в мессенджер. Получалась из-за этого большая задержка. Вот в пилоте уже убрали эту часть, уже сделали прямой переход в мессенджер. Он еще не до конца закэшировал, но он будет открываться и только подгружать данные. То есть мы работаем над этой частью, понимаем, что это недостаток. Открываться должно быстрее. Сильно проще стало, когда можно с двигом, ты не запускаешь приложение, ты прочитал пуш, ответить, тут же набрал ответ, и вот это отсутствие запуска, оно дает очень интересный сценарий дополнительно. И на андроиде, и на iOS это тоже доделаем. То есть мы хотим, чтобы этого недостатка не было. Да, мессенджер должен стать правильным. Это круто, потому что это реально мешает. Мешает, да. Это очень мешает. А он еще не всегда загружается. Добрый день, Иван, компания ROND. Вопрос по взаимодействию между разными Bitrix24. Своим, клиентским, ставить задачи. Ты смотри. Ждем секретный проект. У нас неподготовленных вопросов на партнерки вообще нет. Предоткрыли немножко завесу. Все, вопросов нет? Неподготовленных вопросов нет. Все, неподготовленных нет. Все, коллеги, тогда пойдем дальше. Последний вопрос, Антон Бобров, первый Bitrix. Давайте вот еще один. У меня было два, но надеюсь коротких. Частичная оплата в сделках. Вот все ждут. Нет, сейчас не будет. Частичная оплата. Вот сейчас как раз про магазин пойдем. Там это предусмотрено в новом релизе. Как только сделаем в магазине, автоматом потом сделан на следующий релиз. Мы строим отчет CRM, мы получаем цифры. Да, 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 я понимаю вас. И еще одна просьба большая. Когда вот в CRM или вообще в Bitrix24 облачном выкатываете релизы, надо какое-то сообщение, новость или что-то еще. Раньше вы это делали. С конвертацией получилось так. В день изменения мы получили шквал звонков как партнеры. Что типа происходит? Верните все как было. Мы не понимаем, как это делать иногда. То есть да, любое изменение, конечно, вызывает сложности. Ну, вообще справедливо. Если есть недовольство, значит нужно искать вариант. То есть сегодня оказался, ну, такой. Мы пробовали, у нас есть теперь, вы видели, там такой вылезает джедай. Мы иногда пробуем с ним в выборочной группе, даем какую-нибудь нотификацию, что-нибудь показываем. Вы думаете, его кто-нибудь читает? Нет, читают, кстати. 5% конверсии, это очень круто. Но они работают в этот момент, тут вылетает джедай. Они его сносят раз, сносят два, мы перестаем им надоедать уже больше, потому что он в процессе. И это вопрос спорный, они почитают или нет. Может уже сразу накатывать. Но вообще это, конечно, проблема. Давайте еще вопрос. Последний. Меня зовут Александр Старшинин, компания «Мобильное решение». Мы начинающий ваш партнер. Компания называется 1С Битрикс. Чуть-чуть ближе. Вы называете компанией 1С Битрикс. Самые бюрократичные люди, так сказать, пользователи Битрикса, это бухгалтера. У меня вопрос. А какие перспективы интеграции 1С с Битрикс24? А мы не стали об этом рассказывать? Выпустили, да? Проблема в том, что нет документов, которые нужно синхронизировать с бухгалтерией. Вот это проблема самая. Как минимум база контрагентов. CRM-система и база контрагентов. Мы пытались сделать оффлайн взаимодействие в бусе с торговлей, выгружать оффлайн клиента. Там не все так просто. Я понимаю, что не все так просто. Не к чему было привязаться. Вот если честно, появится теперь возможность подключать счета, реквизиты и так далее. И по ним можно будет какое-то сравнение сделать. Потому что делать сравнение по именам очень тяжело. Бухгалтера привыкли заполнять не ООО «Битрикс», а «Битрикс ООО». И вот тут начинаются проблемы. Сейчас то, что в анонсах везде. У меня впечатление, что есть интеграция только с 1С управлением торговлей. А что с классическим 1С бухгалтерией и 1С УПП? Какие планы? С УПП есть, выпустили. Ну, значит, я еще не изучил. Во всех. Вообще, давайте так. Извините, сейчас нет возможности. Времени не остается. У нас есть отдельная группа, которая занимается 1С. И на самом деле есть некоторый дефицит идей по интеграции. По «Битрикс 24» то, что мы говорим. Так, поехали дальше. Итак, управление сайтом. Что мы вам представим? Что выйдет в этот релиз? Вы помните нашего… Начать работу в «Битрикс 24». Как вы его называете, кстати? Работает с задачами. Как отправить коммерческие предложения? Как его только не называют. Но работает эта штука отлично. Так, ну, так, хорош шутить уже, да? Смотри, видишь, камера рядом стоит. Оказалось, это решение удачным. Поддержка пришла по месту там, где она нужна. Систематизировали кучу документации. Где не хватает, где не хватает материала. Во-первых, получается указание. Во-вторых, запросы к нам приходят. Материалы стали готовят по целям выкладывать и давать материалы. Например, по анонсу, там, по конвертации были написаны статьи, и они появлялись там, где ожидалось, что необходимо. Мы рассчитываем выпустить аналогичный инструментарий внутри управления сайтом. И не только сами структурируем материалы, все, которые есть, но дадим и возможность и вам писать, готовить статьи, публиковать эти статьи, например, в разделе по управлению товарами может появиться ваша статья, и мы будем их там по рейтингу и по новинкам публиковать, для того, чтобы у вас появился механизм коммуникации с разными клиентами, в том числе. Это необязательная часть, то есть если вы считаете, и вам есть что сказать, то можно будет на эту тему работать. Можно будет своим клиентам давать специальные статьи, которые будут размещены только в их сайтах. То есть для того, чтобы они могли получать консультации, материалы, то есть как бы поддержка рядом с клиентом, там, где она нужна по месту. Мы планируем выпустить обновление, которое автоматически добавит возможность входить в админке Bittrex24, в админке управления сайта через Bittrex24. Вы сможете использовать единый аккаунт для входа на разные проекты, или клиенты смогут использовать, ну такая, как бы, как единая авторизация между всеми проектами. Продолжаем развивать триггерные рассылки. Из самого важного появится Big Data. То есть вы в письма сможете персонализированно отправлять какую-то информацию для ваших клиентов. Я же сказал, что не самое важное. Там самый важный редактор, который будет востребован. А самое-самое важное это возможность подключения специального редактора, который не будет затрагивать верстку, будет блочный, он будет определять размер блока, вы будете выбирать какой-то блок для редактирования, он будет давать возможность отредактировать только текст или только картинку. Соответственно, CSS-ки, которые лежат внутри письма, ломаться не будут. Вы сможете предоставлять какие-то решения в Marketplace, они будут прекрасно ставиться, и клиенты смогут их спокойно использовать, просто меняя внутреннее содержимое. Ну вот это уже скриншот из боевого, насколько я понимаю. Нет, это уже доступно. Я подходил к коллеге, который занимается рассылками, он показывал вот этот редактор. Вообще первый вопрос мой был, я не в курсе был, что они этот редактор делают. Я говорю, вы делаете систему создания лендингов, то есть они прям блоками управляют, очень легко формируют эти блоки. И лендингов там. Они говорят, потом может быть, а сейчас рассылки. То есть такой понятный, красивый редактор, который позволит работать с рассылками. Отделим вам header-footer, соответственно, вы сможете… Ой, не грузи, это очень мелко. Окей. Давайте пока этот пройдем. Вообще модуль хорошо очень получился, кажется, и вполне успешно развивается. Модуль рекламы. Да, наконец-то мы немножко обновили модуль рекламы. Появилась возможность предоставлять баннера. Там показывается видео. Вы сможете баннеры показывать как листалками, так и в каком-то видеоряде. Можете менять их циклически. Ну и появился баннер, который позволяет делать некий такой параллакс-эффект. Это доступно как демонстрация в нашем стандартном решении, которое вот eShop обновят. Это будет уже финальная версия eShop, которую мы задумывали. И вы сможете его посмотреть. Хороший, кстати, получился дизайн, дизайн и хорошая верстка, вообще адаптивка с этими элементами. Мы много говорим о e-commerce платформе, о том, что она меняется и о том, что выходит. Вообще этот процесс затеяли мы почти два года назад, наверное. И этот процесс завершается сейчас. По сути, это даже не старая версия, которая переделывается или конвертируется, а происходит выпуск нового решения, новой e-commerce платформы. Вы, наверное, видели этот конвертер, да? Фактически, мы говорим, вот есть до 16-й версии e-commerce платформы, то есть там 15.5, то, что сегодня есть. И то, что сейчас поступило в бету, в ноябре будет представлено как релиз и как единая новая e-commerce платформа, совершенно новая архитектура. Там изменились вообще таблицы, отгрузка частичная, холдинговая структура, расширенный функционал, публичные компоненты. Много всего с этим связано. Выполнение перехода делается не просто обновлением, а именно миграцией данных. На сегодняшний момент в бете свыше 200 магазинов уже именно конвертировались. Боевые уже переконвертируются. Мы свой конвертировали. Тогда не без проблем. Это было пару месяцев назад. Но вообще на сегодняшний момент конвертации идут без замечаний. Выпускается еще дополнение. То есть я думаю, что в релиз выведут наверное через 2 недели где-то. Чуть больше скорее всего. Вот уже ближе к релизу. Итак, пошаговый мастер, перезапуски его, длительное время при больших объемах вообще довольно быстро конвертирует. Миллионные даже каталоги. Полтора миллиона мы проверяли. Да, у нас демокаталог, на котором мы все обкатываем. Полтора миллиона заказов. Считаем, что не должно быть по производительности никакие. Никаких замечаний. Что такое запуск конвертации? Изменение, изменение, переконвертация. Он покажет, что произойдет. Покажет, что конвертация завершена. И, соответственно, изменит формы редактирования заказов, работа со списками, создание заказов, редактирование отгрузок. Целый ряд других вещей. Еще не все закончены. Окончательно все будет представлено вот в этом релизе в ноябре. Новая архитектура. Все на D7. На современных технологиях. Если вам нужно переписать, переизменить обработчик, переопределяете класс. Ну, все, как мы, в общем, давно хотели все и мечтали. С очень большим запасом архитектура сделана. Вот в старой было прямо тесно. Не получалось ее реконструировать. При этом, в общем, основной задачей удалось добиться. все совместимо. То есть те магазины, которые написаны, все, что дальше работало, все должно сохранить работу. Производительность у нас здесь будет, нет? Или дальше? Кажется, не успели вставить. Буквально перед конференцией у нас есть отдел производительности. Они завершили тестирование. У них есть талонные стенды, на которых они как раз полтора миллиона генерируют, суточные нагрузки. Новый магазин примерно в три раза, там чуть даже побольше, более производителен, чем до 16-й версии. То есть новая e-commerce платформа и по масштабированию будет сильно с большим запасом и по скорости работы. И новое решение, как раз таки оптимизированного под эти нагрузочки. Продолжаем работу со СКУ. Доделываем все, что накопилось и все, что хотелось. Поддерживаем множественные коэффициенты, возможность убирать торговые предложения, если они закончились. Это вот самая большая проблема. Сортировка по цене, ну и две возможности, два вида разных остатков. Контроль остатков, наборы и комплекты продолжают развиваться, везде появился авторасчеты, авторасчеты веса, остатков цены, гибкие скидки, снято ограничение по количеству товаров. Да, раньше было три, сейчас ограничений больше не будет. Собственно, да, необходимые элементы и дорабатываются все публичные компоненты. Да, в новой версии вышло достаточно много изменений по доставкам и по оплатам выйдет много изменений и, соответственно, публичные компоненты должны это все поддержать и стать адаптивными. Сейл-ордер Аякс и корзина будут адаптированы, будут подключены к новым возможностям, вы сможете увидеть их в новом релизе. Так, подарки в комплектах. Не в комплектах, в корзине появится возможность указывать подарки, вернее клиенты увидят подарки, которые прицеплены к тем товарам, которые в корзине. В публичных компонентах, в детальной карточке товара, соответственно, тоже вы подарки увидите. Как раз таки модернизация вот этого ядра исследовала из-за подарков. Мы попытались их выпустить на старой платформе, не получилось. К сожалению, анонс мы тогда сделали, но не смогли выпустить. В новой версии мы реально сможем запустить подарок. Ну и вообще все это продолжение маркетингового блока, то есть сформированный маркетинговый блок внутри платформы прекрасно сработал и вообще для клиентов, и для рынка, и вообще выбрал целый список инструментов, которые необходимы для работы. Оплаты. Вот как раз таки кто спрашивал, мы добавляем возможность разделения оплаты, частичной оплаты, указания от менеджера по оплате и так далее. То есть все возможности возвратов, которые появились в современном мире, мы поддержим в новом релизе и дадим возможность это все использовать. Оплаты, скидки. Скидки объединяются. Самая большая беда скидок стала, что они стали слишком сложными. Они поддерживают вариативность, просто неимоверную. Или клиенты не могут сделать простые скидки. Они хотят быстренько в один клик это все совершить, появится мастер, вы выбираете конкретную скидку, за вас все проходит по шагам небольшой простой мастер, понятный обычному клиенту, и скидка будет создана. Федеральный интернет-магазин и холдинговая структура. Есть целая категория клиентов, которые строят федералку. Либо, как это говорится, не федералка, но у нас много юрлиц. И в этом случае возникают некоторые сложности. Вот задача… Еще раз, мы анонсировали эти части, но из-за того, что вся e-commerce платформа оказалась очень сильно завязанной, то есть это большим изменением получилось, вот эта вот часть станет доступна, по сути, только в ноябре. Разные юрлицы, разные склады, свои документы для разных юрлиц, отдельные службы доставки и оплаты для разных юрлиц и возможность настраивать эти зависимости, строить федеральные холдинговые структуры. Ну и возможность привязать конкретных менеджеров к конкретным магазинам, соответственно, они будут видеть только свои заказы, только свои отгрузки, можно будет разделить, кто занимается отгрузкой, кто занимается заказами. Ну, например, в Питере у нас одно юрлицо, в Мурманске у нас другое юрлицо. И там разные доставки, и все, что с этим связано, вообще отдельный офис, но работает, эксплуатируется на одной части. Коммуникации для магазина. Тут мы затеяли один проект, надеемся, что получится. Там не все пока вот еще сложилось. Вот если по большинству остальных вещей мы уже прямо понимаем и видим прототипы и гвоздями прибито, то здесь не все понятно, но тем не менее. Мы знаем, что есть сценарий, когда по заказу делается обзвон, подтверждается заказ. Большинство магазинов работают по такой схеме. И мы бы хотели, чтобы на любой телефон, который расположен внутри магазина, вы могли кликнуть и выполнить звонок, используя телефонию BITREX24. И чтобы на эту телефонию, когда приходит входящий звонок, вы могли увидеть эту карточку, вы увидели заказ, клиент увидел заказ и кликнув, перешел, наверное, даже не в CRM, а в магазин. Чтобы вот этот красивый сценарий. Ты перезваниваешь и говорит, здравствуйте, Сергей Владимирович, ваш заказ уже комплектуется. Ты еще не успел ничего сказать. Или успел только представиться, я ищу заказ, мы видим ваш заказ, у него статус уже такой. Основная идея – сэкономить время, быстро находить заказ, подключить, интегрировать телефонию внутрь управления сайтом. Тут у нас было много споров. Подключи, может быть, вообще самим сделать. То есть, не BITREX24, а вообще телефонию сюда перетащить. Но очень большой блок, он же и с биллингом, и с другими вещами. В итоге пока идем по пути интеграции B24 с управлением сайтом. Надеемся, что получится этот проект. Ну и если все получится, у нас может появиться внутренний чат, внутри управления сайтом, где вы со своими коллегами сможете общаться по заказам, по работам. И это будет чат вашего BITREX24. Вот это пока еще спорная тема, мы над ней активно работаем, надеемся, что получится. Еще один проект для интерпрайза мы хотим запустить. Он пока имеет рабочее название «Эластичный веб-кластер». И это пришло к нам из масштабируемых технологий, которые мы используем для BITREX24. Когда можно построить проект, который в облачной инфраструктуре скейлится в зависимости от нагрузки или от масштаба. Кстати, эти технологии нас очень сильно выручают с B24, когда пики наступают или вообще ночью тишина и нужно серверных мощностей минимум. Когда происходит увеличение нагрузки, система автоматически выставляет необходимое количество веб-серверов, скейлит сервера, скейлит базу и справляется с нагрузкой. Не буду сейчас детально нырять в технологии. Ну, пока еще, ну давайте про мобильные приложения. Выйдет большое обновление по мобильным приложениям и там будут технологии и, как мы говорим, бэкэнд внутренности. И будут изменения связаны с мобильной платформой. Доработан оффлайн-режим для приложений. Новые параметры в конструкторе мобильных приложений. Кстати, конструктор отлично работает. И одно из самых больших технологичных изменений возможность нативные элементы настраивать через CSS. Обычный классический инструментарий, привычный нам с вами, но через CSS вы сможете поменять нативные элементы. Элементы ввода, дизайна, приложения и другие вещи. Ну и поддержка 64 бита и новых операционок, новых версий операционной системы. Все мы ожидаем в ноябре. Вначале выйдет Bittrex 24, потом выйдет управление сайтом. Мы забыли рассказать еще об одной части по композиту. Да, забыли. Есть у нас еще один пилот, который таком находится. Мы можем его сделать, не до конца уверены, нужно ли. Вообще композитная технология дала много плюсов, но сегодня с ней нужно заниматься. То есть нужно брать сайт и переводить. Нужно тестировать. Иногда слетает. И нужно досмотреть. Но вообще по скорости, по SEO-оптимизации, по массе других вещей результат отличный. Удовлетворенность клиента очень высокая. Замеры скорости сайта сильно улучшаются. Но нам хочется, чтобы вы могли одну кнопку нажать и он включился. И мы разрабатываем сейчас режим, в котором, например, вы берете новостной сайт, включаете композит, а компоненты не готовы. То есть вы вообще ничего не делали по этому сайту для композита. Но мы думаем, что можем сделать вариант, что он, например, кэширует эту страницу. Каждый компонент отмечается, как выдающий HTML, но с необходимостью его обновить на хите. И страница отдается очень быстро, а потом эти блоки заменяются. С небольшим кэшированием, которое настраивается, например, несколько минут, 10 минут, 30 минут. И в этом случае можно будет чуть ли не включать композит по умолчанию. Очень бы хотелось, чтобы получилось. Там много спорных нюансов, но тем не менее. В общем, так у нас выглядят релизы. Готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Ребят, быстрее. Ну что вы, время тянем. Миша, подойди, пожалуйста. Здравствуйте, Станислав, FirstLine. Собственно, у нас уже проблема была с композитом, в том плане, что если некоторые элементы не поддерживают композит, то 100% ошибка вылетает в Safari на втором хите, когда он пытается сделать… По-моему, это устранили, да? Устранили. Был такой нюанс, его поправили. Обновите платформу. Я пробовал. Антон, Герасимю как называется? Я сейчас стою просто между двух. Есть старая вещь, которая работает, но не работает композит. При обновлении не работает, собственно, фильтр, смарт-фильтр, потому что там фасетный индекс. Прямо за частью кофе мы обновим с вами. Я понял. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да. Значит, Станислав Косос. Вопрос по поводу различных единиц измерения. Постоянно такой геморрой с ними, что даже не знаю, будет ли какое-то стандартное решение. Объясню на примере. Объясню на примере. Значит, единица стандартная, килограмм продается в коробках. Коробка состоит из двух коробок. И, соответственно, есть один килограмм, пять, десять. А вы вот как раз на слайде, если внимательно читали, там было написано множественные единицы измерения. Как раз решает вашу проблему. А, вот наконец-то. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте, Павел Пуковка. У меня вопрос по работе фильтра и СКУ. Вот за сортировку по цене заранее уже спасибо. А будет ли такая возможность, что, например, если я выбираю синий цвет, то я вижу фотографии СКУ синего цвета? Обсуждали уже. Пытаемся сделать это внутри компонентов. Это важно. В корзине это уже решено, когда попадаете в корзину, там все хорошо. Попытаемся везде сделать, да, это важный момент. То есть вот именно хотелось бы, чтобы показывались фотографии, как минимум, и было предвыборно. Не обещаем в этот релиз, не обещаем, но мы попытаемся изменить как раз систему СКУ, чтобы она умела такое делать, и компоненты, наверное, обновим через релиз, чтобы они уже поддержали эту возможность. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Господа, позвольте, я задам вопрос со стороны тех, кто по 6-8 часов пользуется вашей админкой. У нас возникают иногда места, затыки, и мы платим достаточно серьезные деньги в месяц по 100-150 тысяч на разработку, на доработки простых базовых вещей. И для меня это прямой сигнал того, что вы либо осознанно оставляете большую поляну для доработок разработчикам, которые здесь уважают. Кто привел клиента в зал? Ну, простите, я пришел самостоятельно, потому что… Покажите, кто это, что это за партнер? Я пришел самостоятельно. Извините, да, пожалуйста. Я регулярно разрабатываю галереи, и мне подарки нужно было дарить еще несколько лет назад. И сейчас мне предстоит запустить отзывы и заплатить опять на 70-80 часов разработки, чтобы сделать продуманную систему отзывов, это неудобно. И мне бы хотелось, чтобы в те системы, которые вы делаете, я мог поставить сразу галерею. Это хорошо, что вы к 2015 году предлагаете автоматическую загрузку 20 картинок. Несколько месяцев назад мне приходилось 20 раз открывать диалоговое окно, чтобы загрузить 20 фотографий. Я согласен, что хотелось бы все раньше. Вы могли бы аналогичную конференцию проводить с заказчиками или какие-то каналы связи поддерживать, потому что просьбы базовые. Простите, но галерею не сделать. Я сейчас могу вас попросить отсортировать товар на странице категории. Вам придется заходить в каждый товар и менять там циферку. Ну это же абсурд. А если он показывается на двух страницах, то невозможно на одном поменять одно положение, на другом другое. И вы уже увлекаетесь бигдатой. Это очень большой и серьезный проект. Это хорошо. Но я не могу на двух страницах показать один товар в разных местах. Ну это вообще базовые вещи. И уже там про отзывы, про другие вещи нужно говорить. Ну вообще, конечно, вы правы. И нам, наверное, стоит сделать клиентскую конференцию. На текущий момент мы решили, что будет такая пока по BITREX24. Вообще, по управлению сайта в основном мы, конечно, общаемся через партнеров. И вот формат партнерских конференций для нас, наверное, такой основной фидбэк. Потому что все-таки сайты очень индивидуальные. Но бывают у нас хвосты, которые мы не доделаем. Я уверяю вас, если мы соберем 200 клиентов, базовых вещей будет 200. И это не потому, что я там шучу. Ну просто не всегда мы можем. У нас тоже возможности иногда ограничены. Вот вы так видите просто. Знаете, сколько раз это изменилось? А вы знаете, что у нас отдельно контакт с Почтой России и с Яндексом? Они заранее уведомляют нас об изменениях. За прошлый год извините, перебью. За прошлый год Почта России почти 25 раз изменения внесла. И нам приходилось на лету это делать. То есть выглядит ситуация такая. Слушайте, Почта России открыла API. А то, что она его просто берет, меняет, и оно несовместимо. И ты даже, несмотря на то, что у нас есть контакт, ты говоришь, ребята, чего вы нас не предупредили? Вот так. Если вы заметили, мы как раз для Почты России сделали свой обработчик, который не использует их API, как раз решая проблему того, что они нас без предупреждения изменяют. Одна из причин. Мы сейчас всерьез размышляем сделать облачный фрагмент, который будет, в одном месте мы могли бы вообще поправить, который будет, ну таким, как бы прокси к Почте России, вообще к службам доставки, чтобы одним махом вот у нас будет один API к нашему облачному сервису, а в нем мы будем адаптировать под разные службы. Потому что это такой ужас постоянно гоняться за этим несовместимым API. Вот у вас категория базовая. Попросите DPD изменения внести. У нас есть модуль с ними, они даже не удосужились сделать внести изменения под новую e-commerce платформу. полгода она доступна. Попросите их сделать изменения своего хотя бы модуля базового. Он не умеет работать с разделением заказов. За полгода мы отпубликовали API, разослали службам доставки, со всеми поговорили. Они многие сказали, да, окей, но до сих пор некоторые вот DPD, по-моему, как раз и не выпустил. Кроме PEC, никто не внес изменения. Это, еще раз, это такой процесс, он, как мягко говоря, не идеальный, не только с нашей стороны. Мы понимаем вашу проблему как клиентов, мы ищем варианты. Постараемся. Вот идея с облачным сервисом, это как раз в эту категорию. А потом вы придете и скажете, а что, у вас нет бигдаты до сих пор? Это же базовая вещь. Извините, я прекрасно вас понимаю, на самом деле, это неправильная ситуация, когда в некоторых вещах, которые мы тоже можем считать базовыми и важными, приходится дозаказывать. К сожалению, иногда так получается, но это неправильно. Мы не считаем это аккуратно. Пожалуйста, вопрос еще. Да, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Антон Бобров, первый бит. Еще про базовые вещи. Обмен с 1С не поддерживает пока что комплекты и наборы. То есть мы сталкиваемся регулярно с этим на проектах. Все более активно используют клиенты наборы и комплекты, но обмен не поддерживает. Приходится каждый раз дорабатывать с одной и с другой стороны. По-моему, сейчас же выйдет, да? Нет, 1С не определилась, как она это будет поддерживать. Там у них в одной версии они поддерживают 2, но наоборот, в следующей они поддерживают 1, но наоборот от нашего, в следующей они поддерживают следующий, наоборот, опять от нашего. И непонятно, какой делать. Ну, в общем, мы пришли к тому, что мы берем, разбираем комплект и отправляем это все как… Да, 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 я понимаю. Клиенты выкручиваются по-разному. Мы не можем сделать эту систему, потому что она отличается от 1С-овских. Это так же, как выгрузить скидки. Мы попытались их выпустить, но на самом деле там такая несовместимость. Наши скидки во много раз сложнее, наши наборы комплекта сложнее. Клиенты хотят в бэбе делать одну скидку, а внутри она не приживается. А внутри 1С-ки она не приживается, да. И тут такая же проблема. В планах оно есть. Наши люди пытаются это адаптировать и как-то сделать в каком-то виде. Они даже были… Попытка была выпустить, мы их выпустили, потом отозвали, кто их увидел, потому что там такие проблемы начались. Там несовместимость очень сложная. Мы их все поймали. Вообще внешние системы довольно сложно получается стыковать. И не всегда понятно. Ну, я не знаю, это очень как-то похоже на стройку. Вот одни не подвезли одно, а другие привезли этого больше. И это проблема. Здравствуйте, меня зовут Евгений, группа компании Scout. Вот возникло… Сейчас развивается контент-маркетинг, вот это все написание уникального контента. И вот возникло два вопроса к вам. Первое – это развитие модуля базы знаний. То есть модуль достаточно старый, обновления выходят там какие-то все сервисные, и редактор там достаточно старый. То есть с этим все работают… Про Вики? Да, именно Вики. То есть редактор, вышел новый редактор, крутой и пафосный, но если в публичной части вы попробуете что-нибудь нормальное там заверстать, красивое… Вы знаете, Вики, если бы честно, я бы вообще отрезал. Но кто-то не хочет, кто-то хочет. Вообще сложно получается, а очень айтишный инструментарий. И обычный клиент не понимает. То есть айтишники понимают, они говорят, мы бы хотели. Клиенты не понимают, как с этим работать или как вести. Потребность закрыть эту штуку с базой знаний есть. Как подход сделать, пока не знаем. Мы, кстати, забыли везде сказать про изменения по поиску. У нас и в Бусе, и в B24 будет измененный поиск. Мы с тобой забыли об этом поговорить. Это будет… Но мы постараемся эту часть тоже, да, в этом релизе представить. По Вике даже есть ЭЗС, если честно. По Вике? Да, мы его сделали, с Кирсановым обсуждали очень много, но не запустили в производство, потому что как раз-таки там диаметрально противоположные два мнения. Есть те, кто хотят хардкор, то есть нужна именно виковская разметка, нужна виковская схема, а кто-то, кто хочет обыкновенные заметки синхронизации между устройствами. И там достаточно сложно угодить. Давайте последний вопрос. Второй вопрос по поводу медиабиблиотеки. Будут ли какие-то работы по удобству работе с этим инструментом? То есть, например, добавить категорию, она улетает в самый низ, если добавить в нее 200 картинок, они последние в самом низу, и когда менеджер работает с этой штукой, это просто ад. То есть переместить категорию наверх, формально, сделать сортировку в другом последовательности, все невозможно. Обсуждали, мы хотели ее скрестить как раз с нашим редактором новым, чтобы можно было хранить именно все данные в медиабиблиотеке. Я думаю, в ближайших релизах будут изменения. Спасибо. Давайте последний вопрос. Да, я знаю, что вы очень плотно работаете с Яндексом. Собственно, вопрос по модулю в Бусе по директу введения. Очень много компаний, которые уже пишутся, что нет поддержки в Бусе таких стратегий. И фидбэк, я не знаю, может быть, вы не в курсе, но Яндекс сейчас еще ввел новую стратегию. Будет ли какая-то работа в этом направлении? Вообще мы предполагали, что часть стратегии вы сможете настраивать в Яндексе. То есть мы делали такую совместимость, чтобы вы могли настроить что-то на Яндексе, а потом просто прицепить конкретные объявления конкретным товарам. Наша цель все-таки не дать интерфейс управления внутри Буса Яндексовскими возможностями. Это бессмысленно. Наша задача была решить проблему снятия постановки объявлений, когда закончился товар, например, еще какие-то автоматику дать. То есть автоматическое отслеживание, чтобы в итоге, например, настроили контекст, но товара нет, автоматика сняла объявление, товар появился, опять объявление выставили, чтобы не терять на этой части деньги. Такой вопрос. А вот то, что пишет, не поддерживает такую личку. Я настроил, а вот эта схема, она будет вообще работать? Ну, снять, поставить? Да, да, да. Если она совместима с объявлением, если вы потом увидите, синтегрируете объявление, если что-то не поддержит, вы пишите, мы будем поправлять. Мы как раз развиваем этот модуль, и API переходит, кстати, Яндекс переходит на новую API, и мы как раз поддержку вводим этого. И если какие-то есть несовместимости, пишите мне, и мы с вами обсудим, мы это добавим. Спасибо. Так, ну что ж, коллеги, спасибо большое. Вот мы вам показали основные форматы релизов и состав релизов, с которыми нам придется встретиться в 16-м. Как вы уже видите, мы не все вспомнили, с поиском забыли, с какими-то другими вещами. Мы действительно немножко сумбурно собирали состав этой презентации, но в целом все выглядит так. Все, Сереж, прошу.